Вызов к начальнику тюрьмы Впрочем, гражданин начальник, я очень благодарен Богу и Вам за то, что Вы меня вызвали для беседы. Хочу сказать, что я не против государственной власти, понимая, что она нужна для порядка. Не против и самих тюрем, где усмиряют буйных. Но я против попрания ленинских законов, которые гарантируют нам полную свободу вероисповедания. Ими была предоставлена свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды. Но при культе личности Сталина этот закон был устранен. Это один из ярких примеров нарушения ленинских норм, принципов и учения в вопросе отношения государства к религии. У нас не только отнята свобода религиозной пропаганды, но христианство России лишилось и самой Библии. Ее нельзя свободно купить, хотя официального запрета нет. Всевозможные глумления над христианами устраиваются по радио, печати. Лекторы, которые читают антирелигиозные лекции, ни разу не держали в своих руках Библии. — Осажденный Вельчинский, — отозвался начальник уже более мягко. — Когда я слушаю, как вы самоуверенно выступаете против атеизма, мне кажется, что вы это делаете не столько на почве религиозности, сколько на почве враждебности к нашей советской власти. — Не куплены ли вы Западом, чтобы подрывать наш строй? Мне кажется, что Родина для вас чужая, вы ее прямо-таки не любите. — Нет, гражданин начальник. Вы говорите это потому, что, наверное, впервые встречаетесь с верующим человеком. Во-первых, меня никто не купил. А во-вторых, Родину я люблю, и люблю даже атеистов. Но с их догматикой не согласен, потому что у них ничего определенного нет. Одни гипотезы и предположения. Я свои убеждения не променяю ни на что. А тюрьмами вы, христиан, не запугаете. Я уже говорил, что они лишь укрепляют нас, очищают и приближают к Богу. А свобода, в которую мы верим, придет с другой стороны. Начальник сразу же ухватился за эти слова. — Что, американцы освободят? — Нет, человеческая помощь напрасна. Мы, верующие, надеемся на Божью помощь. Люди потеряли здравый смысл, гордятся количеством судимостей, еще и строят из себя героев. И можно с уверенностью сказать, что тот, кто вырывает у людей веру в Бога, и есть главный преступник. А этим преступником является атеизм. Атеизм сильно влияет на разрушение нравов самой нации. Вопрос религии надо пересмотреть. Нужно дать возможность русскому народу читать Библию наравне с историей партии. — Только евангельское учение может очистить нас от скверной плоти и духа. Я спросил его, имеет ли он ко мне вопросы. Он поспешно ответил, что нет, и отпустил меня в камеру. На этом мы расстались. Начальник тюрьмы показался мне действительно человечным. И я понял, что Библия находится под замком, а мы с Трофимом Корнеевичем в этой штрафной камере только по указанию КГБ. И то, что нас не отправляют в зону, тоже по их указанию. Ушел из камеры староста по кличке Звери. Только мы одни остались из старожилов. Приходили все новые и новые люди, но отношение к нам оставалось хорошее. Как всегда, я отвечал на задаваемые вопросы. И мы с Корнеевичем начали практиковать пение псалмов. К нашему удивлению, надзиратели, слыша наше пение, нас не трогали. За беседы, которые мы проводили с заключенными, опер больше не вызывал. Нам очень хотелось в лагерную зону, потому что нужен был воздух. Я принимал анальгин, но он мне уже почти не помогал. Однако я чувствовал, что обо мне молится семья и церковь. Приближалась дата нашего бракосочетания — 17 лет супружеской жизни. И мне очень хотелось поздравить жену. Я решил написать ей стихотворение. «Приветствую, родная, мой друг и помощник. Сегодня тебя поздравляю, многих дней жизни и благостей Божьих. От сердца и души я желаю. Совместно 17 лет жизни с тобой, дорогая, прожили. Переживаний и горя немало имели, но в подобной разлуке не находились. В камере тускло и в душе тревога. И сердце исполнено скуки. Ведь 17 июня 1968 года — два месяца со дня нашей разлуки. Не будем жалеть, не будем скорбеть, ведь мы не одни в этом мире. Бог, кого любит, того испытывает в этом житейском горниле. «Крепись, бодрись, мужайся, даю тебе такой вот завет». И вместо букета прекрасных цветов высылаю в тюрьме нарисованный портрет. «Взгляни и вспомни, как Бог нас нашел, соединил с тобою в одно тело, спасенье вечное нам приобрел. Так выполним порученное дело». Тюрьма, город Барновичи, 14 июня 1968 год. Этот портрет был срисован с одной из нескольких фотографий, которые я захватил с собой. Потом было еще стихотворение «Песня узника». Не за грабеж мы, не за убийство пошли в изгнание жить и страдать. Но сохраняя с Богом единство, так вот не будем здесь унывать. Хоть враг смеется, хоть нас терзает, но Бог пошлет нам силы здесь. Ведь Он нас видит, да Он и знает, какой же крест мы сможем несть. Порою скучно, и сердце гложет среди тюремных вот этих стен. С семьей расстались, а быть и может, уж не увидимся больше с ней. Но, брат, ты, узник, стой и бодрись, возьми же в руки ты сам себя. Пред Ним склоняйся, с верой молись, помни, что умер Он за тебя. Возьми же крест свой, неси с любовью, смело шагай ты только вперед. В сердцу недолго обливаться уж кровью, скоро Спаситель всех нас возьмет. О, милый Боже, тебя мы просим, пошли нам силу ты свою, Свои молитвы к тебе возносим, войти в обитель, чтоб нам твою. Тюрьма, город Барновичи, 22 июня, 1968 год. Так, в свободное время, я стал заниматься поэзией, о которой раньше не думал. Блажен тот муж. Блажен тот муж, что на суде неправых За правду голос смело подает, И без боязни в сонмище лукавых В защиту истины всегда встает. Блажен тот муж, который в злобном гаме Стоит, как дуб среди грозы упорно, Не вступит в сделку лживую с врагами, Умрет, но не склонится он покорно. Блажен тот муж, хотя о нем злословят, Преследуют, хотят побить камнями. Враги его триумф ему готовят, Своим судом осудят себя сами. Блаженны все, кто говорят открыто, Всегда о правде, когда речь заходит. Хоть имя их в веках будет забыто, Но жертва их зря не проходит. О, милые братья, мы, борцы Христовы, Всегда за правду нужно нам стоять, К насмешкам и страданиям быть готовым, Что Божье имя вовеки прославлять. Тюрьма, город Барновичи, Август 1968 год. Признание супруги Чистота в твоей квартире и цветы, и ветерок, Заново обклеены стены и окрашен потолок. Шторы из ласкового тюля прижимаются к окну, Перемытые кастрюли дремлют, лёжа на боку. У тебя давно, хотя я не был, Но нет, думаю, перемен. Та же стоит наша мебель У окна и тех же стен. Много грозных дней уплыло, Море скорби и потерь. Да и дальше, чтоб не было, Не страшись ты и поверь, Бог устроит в нашей жизни, Что вернусь ещё домой. Если нет, то уж в отчизне Встретимся, поверь, с тобой. С каждым днём здоровье моё ухудшалось. Это заметил даже наш новый староста По кличке Золотой. Он тоже был вор в законе. На его груди была наколка с надписью «Господи, я твой слуга». Однажды он сказал нам «Я тоже верю в Бога, И он мне помогает, когда иду на задание». Многие зэки выучили на память Предложенный нами псалом. Страшно бушует житейское море, Сильные волны качают ладью, В ужасе смертном, в отчаянном горе. «Боже мой, Боже, тебя я молю». Сначала мы пели вдвоём, а потом все вместе. Иногда заключённые начинали петь сами, без нас. Я заметил, что даже беседы в форме вопросов и ответов Были не только из любопытства. Они видели большую разницу между собой и нами, Поэтому называли нас святыми, Старались узнать больше о Боге. Пошёл четвёртый месяц со дня нашего заточения в эту тюремную яму. Даже зэки со стажем после двухмесячного заключения в этой камере Чувствовали себя совершенно измождёнными. Мы знали, что здесь держит нас не начальник тюрьмы, а КГБ. Однажды ночью я почувствовал сильную боль в сердце, Затем потерял сознание, А наутро староста настоял, чтобы я записался к врачу. Врач измерил давление, послушал сердце и сказал лишь, «Да, сердце у вас слабое». И на этом вся помощь закончилась. Я ещё раз убедился, что меня держит крепкая рука врагов Божьих. Но через пару дней, не знаю почему указанию, Нас обоих подняли на этап, Чему были рады не только мы, но и наши сокамерники, Видя, что физически мы изнемогли. К нашему удивлению, с заключёнными мы прощались, как с родными. Они нам желали попасть в хороший лагерь И твёрдо стоять в своих убеждениях. Я им тоже сделал короткое пожелание Выбраться из греховных лабиринтов. Перед выходом Трофим Корневич совершил молитву.